Итак, мы собираемся писать программы в объектно-ориентированном стиле. Если следовать духу ООП, то наша программа будет разбита на маленькие классы, каждый из которых слабо связан с остальными и сильно специализирован, то есть решает одну задачу, а не делает все сразу. Когда количество классов в нашей программе переваливает за десяток, то возникает потребность как-то наши классы упорядочивать и структурировать. Для этого в Java есть пакеты. О них-то мы сейчас и поговорим. Принадлежность к классу пакету обозначается директивой Package. В самом начале файлы с исходным кодом класса. Обычно эта директива идет первой же строчкой. Перед ней могут быть только комментарии. Вот это имя пакета. С учетом того, что класс HelloWorld находится в этом пакете, полное имя класса будет org.stepic.java.helloworld. Когда вы запускаете виртуальную машину командой Java, то ей всегда нужно передавать полное имя класса. Если в файле несколько классов, то директива Package действует на все. В отсутствии директивы Package класс принадлежит пакету по умолчанию, а полное имя класса совпадает с его коротким именем. В Java принято раскладывать исходники в соответствии с их пакетами. Исходный код такого класса должен находиться в файле org.stepic.java.helloworld.java. Тоже справедливо и для скомпилированного байт-кода. Класс файлов будут разложены компилятором по директориям в соответствии с их пакетами. Это важно для виртуальной машины, которая, когда ей потребуется загрузить класс с таким полным именем, будет искать его строго в файле с таким именем и нигде больше. Пакеты в Java напоминают namespace и в C++. Пакет задает область видимости класса. Другие классы этого же пакета могут обращаться к классу HelloWorld по его короткому имени. Классы из других пакетов должны ссылаться на класс HelloWorld по его полному имени, либо использовать директиву import. Импортировать можно либо конкретные классы, либо все содержимое пакета сразу. Как, например, вот здесь. Кстати, такие классы, как Integer и прочие обертки, String, System, с которыми мы уже имели дело, на самом деле находятся в стандартном пакете JavaLang. Однако импортировать нам их не приходилось. Это потому, что в любой Java программе подразумевается неявный импорт всех классов из пакета JavaLang. Классы этого пакета всегда доступны по их коротким именам. Интересная особенность. Классы из пакета по умолчанию невозможно использовать из других пакетов, даже при наличии явного импорта. Есть еще одна форма директивы import – importStatic, которая позволяет импортировать статические поля и методы. То есть в тексте программы можно будет обращаться к ним, не указывая имя класса. Например, sqrt от 4 или out println от foo. Также есть вариант со звездочкой, который одним махом импортирует сразу все статические поля и методы из класса. Иногда удобно, но злоупотреблять этим не стоит. Подчеркну, что директива import служит только одной цели. Она позволяет в исходном коде вашей программы ссылаться на импортированные классы по их коротким именам. Никакой подстановки тела импортированных классов в ваш файл не происходит, то есть это не аналог директивы include.sc. Когда ваша программа исполняется в виртуальной машине, то все импортированные классы также должны присутствовать в класс Path.